Привет, друзья! Я Алекс, это лаборатория настольных игр профессора Фикуса, и сегодня у нас очередной ретро-обзор прекрасного модуля по Shadowrun, который называется Super Tuesday, то есть Супер Вторник. Маленькая проблемка, я неожиданно потерял бумажный носитель с этим замечательным приключением, поэтому, как настоящему ценителю-любителю Италии Потерпит, мне пришлось в авральном порядке находить электронную версию, вот скажем спасибо Драйвтору РПГ и Ежесними, и вот я снова с вами, всё записано, вот он у меня на телефоне открыт, поэтому я буду в него поглядывать, потому что вместо того, чтобы демонстрировать вам прекрасный арт про листовые книги, вам придётся смотреть на меня и видеть часть арта где-то у меня за спиной. С одной стороны, наверное, это неплохо, но с другой стороны, я вам сочувствую или завидую в зависимости от вашего отношения к этому всему. Ну, соответственно, что такое, что за супер-вторник, с чем это едят? 2057 год, выборы президента Скаша, и один из, собственно, главный претендент всего этого безобразия, это дракон по имени Дан Кельсан, медиадракон, ведущий ток-шоу под названием Вирм Токс, то есть болтовня червяка, или в нашем случае ящерица, который, собственно говоря, востребован, все его любят, ценят, восхищаются, медийный дракон, заботятся о людях, о равенстве, гендерфлюидности и прочем-прочем-прочем-прочем. Идеальный просто персонаж, какая неприятность, что с ним случилась неприятность. Но к этому придем чуть попозже. Вот этот вот Дан Кельсан, и выбором его участия в нем, и посвящено данное произведение. Это большая книга, в ней много историй, в ней описаны различные участники этой гонки. Вы все это увидите, я вам постараюсь максимально все осветить. Заранее, прошу прощения, что буду подглядывать, потому что память моя уже не так хороша, как была сколько-то лет назад. И, опять же, все вот эти перипетии, скажем так, политические нюансы, интриги и прочее довольно тяжело вспомнить. Вышел книг в 1996 году под вторую редакцию Шедорана. Заклон на 2057 год. Неожиданно большой политический стандал привел к тому, что выборы были отменены. Неожиданно место ушедшего президента Стилла и его заместителя мистера Бута, занявая некая Йона Причард. Это первая женщина, президент Скаш. Формально первая женщина, исполняющая обязанности. И, соответственно, назначили выборы. На выборы заявил Сен на число живающих. Очень интересное портфолио, кстати говоря, у живающих. То есть там первый кандидат это Артур Вогель. Вы можете позже узнать о нем. Он имеет отношение к различным корпорациям. Но в нашем случае это просто дварф из Онтарио, который очень сильно стоит на зеленых позициях. Что прежде чем что-то сделать, нужно восстановить землю. Земля повреждена, мы не можем ничего делать. И забавный момент, что его напарник и вице-президент это некто по имени Гарри Грей, который является шаманом Орла. И почему-то люди решили, что очень странно... Да, и он тролль. И поэтому, когда они выступают, очень забавно смотрятся кандидат в президенты Дварф и его советник тролль. Очень комичная пара. И почему-то думают, что он индейец. То есть он индейец и раз Орла. И почему вообще в советники вице-президента попал житель племен индейских? А он, оказывается, просто коренной американец. И Орла он рассматривает не как тотему индейский, а как символ Америки. То есть вот этот вот орел там летит, свобода, все такое. Это вот он, соответственно. Что они спасают землю, они ее очень любят. На этом все у них построено. Дальше идет доктор Розалина Хернандес. Это достаточно брутальная дама. Она магичка. Она все-таки ревизионист всего происходящего. Упор у нее, естественно, на магию. Что магия должна помочь. Сделать жизнь лучше с помощью магии. И так далее и тому подобное. Ее вице-президент это Рэмзи МакМалкин. Просто обычный демократ, лицо. Кстати говоря, что интересно, когда случился скандал с президентом Стиллом. И вот это считается Розалин Хернандес. То есть Розалин Хернандес, простите. В общем, она и ее товарищи это бывшие члены партии и союзники попавшего в скандал президента. В общем, там история была с фальшивыми бюллетенями, с электронными подписями подделанными. Если вы следили за выборами в Штатах в последние, предпоследние президентские сроки, у них это и тогда было актуально, и сейчас, и в 2057 году тоже будет актуально. Точнее, в 2056. Далее у нас идет Джеймс Бут. Это такой классический белый парень, бывший вице-президент как раз того самого скоррумпировавшегося президента Стилла. Он открещивается от него. Нет, нет, нет. Никакого отношения не имею. Я ничего не знал вообще про коррупцию. Не слышал. Я простой парень-вице-президент. Такой же простой, как и вы. И, в общем-то, вся его платформа строится на том, что давайте постарее покончим с этим цирком и прыжком обезьянок через колечки и, в общем, продолжим дела, как обычно. То есть сохранить статус-кво. Еще у нас есть генерал Франклин Гитц, или Гейтс, как вам угодно. Опять же, классическая краса и сажень генерал, который искренне убежден, что Скашу нужна сильная армия. Армия создает больше рабочих мест как для военных, так и для сил поддержки, технологий, инвестиций, бла-бла-бла. И у него есть помощница, вице-президент, дама по имени Анна Пинчук. И она была представителем Скаша из Висконсина, потом еще что-то. Интересная дама, и с ней связано целое приключение. Да, еще момент. Франклин Гейтс, или Гейтс, на ваше усмотрение. В общем, его конечек и навязчивая идея разобраться с ручинами, скажем так, инфестациями в Чикаго и так далее. И очень забавно описана история, как генерал Франклин Гейтс не получил от жуков. В момент, когда Чикаго попал в карантин, и жуки подняли мятеж, его просто там не было, потому что он уехал в Вашингтон. Но, однако, он очень зафиксирован на вопросе расправы с жуками, и жукам он, как говорится, планирует надавать по шее. Ну, естественно, жуки это тот, кто укусит его за пятую точку. Дункельсан, или Дункельсан, в переводе с немецкого «темный коготь», это дракон. Ему примерно, радиусал он примерно 13 тысяч лет до Рождества Христова. Можно я сразу оттрою страшную тайну? Его все-таки избрали президентом, однако пропрезидентствовать он успел после инаугурации в бабах, его лимузин взорвался. Вначале просто думали, что покрушение, позже выяснилось, что есть некие существа-кошмарики, которые пришли из предыдущего мира. Есть такой сеттинг, тоже от фазы, называется «Эрсдон», «Эрсдон», точнее, простите. И вот в этом «Эрсдоне» рассказывается, что там происходит. Есть «Восьмой мир», на случай, если вам интересно, где уже те же, как говорится, щи, но уже в космосе. Да, и, в общем, он принес себя в жертву, отправился в эти другие измерения. Есть такой сборник приключений, называется «Аргенкин возвращается», я делал обзор. И вот они там шарахаются по острову и кошмариков бьют по голове. Бедные кошмарики. В общем, что я хотел сказать. И его избрали президентом, и по всем статистикам, отчетам и прочему, он получился самый лучший президент. Самый старый, самый высокий, самый толстый, самый умный, самый, там, богатый. В общем, какую метрику ни возьми, везде он превосходит. И поскольку, опять же, делал все фаза, то выборы президента проводились напрямую во время Динкона. То есть всем участвующим, значит, выступили актеры. Ну, естественно, Дон Клизан там тоже был. Причем, как бы считается, что рост президента в Америке должен превышать 193 сантиметров. Ну, это Линкольн. И вот, Дон Клизан, мне пришлось особенно постараться, чтобы, ну, естественно, в высоких размерах он превосходит, там, сотню Линкольна вместе взятых, даже тысячу. Но в человеческой форме он, там, 192 с мелочи сантиметра. То есть, чтобы не оторвлять чувства американцев, так сказать, что он не выше Линкольна, но вот почти наравне с ним. И вот это вот посетители выставки Динкон провели, значит, между них голосование и с потрясающим отрывом, а именно 72% голосов победил Дон Клизан или Дон Клизан, как вам угодно. Вот, давайте, соответственно, посмотрим. Ну, его платформа очень простая, Новый Золотой Век. О своем решении с президентом он объявил во время своего ток-шоу, и все там просто выпали в осадок, и ничего себе. Помощник его, соответственно, это Кайло Хефнер, которого посоветовал Дэмин Найт. Я думаю, про Найт Иранта и корпорацию Арис вам рассказывать не надо, кто это такие, кто ему что посоветовал. Ну, как бы Кайло Хефнер после смерти Дэмин Клизан успешно продолжил его политическую линию, поэтому никого как раз фокапа не приключилось. И еще в этой политической гонке, конечно же, участвуют ультра-националисты, потому что куда же без них? И в нашем случае это товарищ по имени Кеннет Брэдхейвен. Брэдхейвен, его папаш, тоже такой же националист, он был главой поликлуба Химанис, чтобы вы понимали, это платформа про людей. Он считает, что люди лучше, люди умнее, мета-люди полное барахло, мета-люди извращают, мета-люди... В общем, короче, его задача очистить каш от мета-раз. Удачи ему в этом крестовом походе, конечно, учитывая, что мета-люди 1.0, хотя их и много, но посмотрим, опять же, правду в глаза. Эльфы, драконы и прочие плотно оккупировали всю верхушку власти, поэтому каким бы ты Хуманисом не был, ничего у тебя не получится. В общем-то, эта книга достаточно плотно напирает на тему расизма, вот этого изма и всего остального. И откровенно скажем, вот этот вот Кеннет Брэдхейвен, это, ну, не прикрытый из воде, они даже нарисовали его в куколок-клановском каупаке, ну, правда, модифицированном. И нам просто отрывают, это плохой парень, он плохой парень, потому что главное это вот, ну, и там равенство, это навязчивая идея, она уже появилась тогда, и чем дальше, тем веселее. И дальше у нас идут серии приключений, которые, в общем-то, рассказывают, что там происходит. Первое приключение, я не буду спойлерить, скажем так, сюжеты, что там будет, а просто расскажу общую концепцию. Значит, в первом приключении некий шаман, токсичный шаман, очень сильно хочет отомстить Артуру Воделю и нанимает, скажем так, кое-кого, чтобы тот выкрал кое-что. И это кое-что должно быть, ну, химические вещества, использованные во время политических дебатов. Ну, в общем, на этом митинге он планирует разлить вот эти химикаты, потравить их всех, потому что у них там какие-то старые счеты, вот. На самом деле, очень крутое приключение, там масса детективных моментов, масса интересных. Если вы планируете... У меня единственная претензия ко всем этим приключениям, потому что они очень коротенькие. Чуть-чуть бы больше бы, и это было бы просто идеально. Ну, как говорится. Следующее приключение связано с этой Розелин Хернандес. Ну, во-первых, по ней все очень плотно проезжается, потому что она демократ, она элитист, она считает, что магия – это высшая каста, что даже среди достаточно лояльных и толерантных товарищей она все равно, в общем, носит весьма... имеет такую мрачную репутацию, ее недолюбливают. Здесь же мы имеем дело с классическим приключением. Партия приходит в себя на границе с Тиротангиром, она ничего не помнит, у них есть какой-то странный артефакт. Если вы не в курсе, то Тиротангир – это эльфийское государство. Если вдруг каким-то образом вы попались, проштрафились или пытались проникнуть на ее территорию, то местный патруль, состоящий из эльфов Нобелей и их детишек, весело и со вкусом вас вначале вырубит, потом накачает веществом под названием ЛАЭС, и это вещество вызывает у вас амнезию, вы придете с себя и не будете понимать, что вы, где вы, кто вы. Поэтому данное приключение по полной программе эксплуатирует. Помнит все, что мы, как мы, зачем мы, что происходит, как с этим быть, и, в общем, вот. Далее идет про мистера Бута история. В общем, на самом деле, про Буту модули они просто замылили. Ничего они там как бы не рассказали, дали нам просто интервью. И смысл в том, что они рассказали, что Джеймс Бут – это вот, который бывший вице-президент, это такой классический американец, он родился на Среднем Западе, вот у него и папа работает, там ферма. То есть, если вы, опять же, следите с какими-то американскими там выборами и прочими рекламными роликами, то вы легко можете представить себя этого товарища, он стоит на фоне поля, значит, там флаг американский развивается, орел вот этот вот летит, может еще вот это «ва-ва-ва-ва», саундтрек из «Мальбор» добавить. То есть, просто абсолютно классический парень, и какая неожиданность, он не выиграл эти выборы, потому что пошел он лесом. Потом у нас идет генерал вот этого вот «Игидс» или «Ейц». Рассказ в том, что он, значит, воевал, потом работал советником в корпорациях, дальше его идет политический диспут с Бутом на тему того, что армия нужна, сильный СКАЖ нужен, потому что основные проблемы, с которым столкнулся СКАЖ, во-первых, что делать в Талифорнии, которая отпочковалась, во-вторых, Канада вроде как с нами воевать собралась, в-третьих, какого черта индейцы отжимают земли, в-четвертых, почему везде расизм и угнетают несчастных афро... Простите, орков, конечно же. Я-я-я, это нехороший я. И другая сторона, почему людей так много, опять же, вот все проблемы современные, возьмите, умножьте их на 100 и добавьте еще фэнтезиовых. И все, что он предлагает, это «Давайте побольше танков построим». Почему? Потому что танки — это хорошо. Однако приключение, которое прилагается, связано не с ним напрямую, а с его помощницей. Также оно связано, является продолжением, точнее, продолжением, скорее, побочной сюжетной веткой одной из, наверное, лучших книг по Федора, которую он читал, которая называется «Бёрн Брайт». То есть «Сия яркая» и посвящена тому, как нейтридортиф Кайл Теллер в Чикаго еще до начала всей истории с жуками расследует, скажем так, господи, сын одного из местных олигархов, по-моему, Митчо Трумэн фамилии. В общем, смысл в том, что сын олигарха, он пропал. И неожиданно, значит, в Чикаго есть группировка уличных, скажем так, девиц, которые называются дочери опустошения, и он попал к ним в плен. И неожиданно выясняется, сюрприз, сюрприз, что они нифига не люди, а все они духи богомолов. И хотят они этого сына тоже сделать духом богомолом, чтобы через него внедриться в элиту страха, соответственно. И вот эти дочери опустошения похищают сестру-помощницу Яйца. Вот это вот, помните, я говорю, Анна Пинчук. Вот, короче, брат похищает Пинчук, да, и там пытается творить противоестественное, через нее выйти на выборы с каш. В общем, Горнг становится еще более интересной, когда помимо драконов, дварфов, эльфов и покемонов, в ней начинают еще и руки принимать участие. Отличное приключение. Не знаю, мне очень понравилось. И в отличие, скажем, от Ручучиного города, который, ну, просто большой сорсбук по Чикаго, это, ну, реально интересное приключение. Дальше идет история про Кенни Брэкхэйвен, то есть Кенни это Брэкхэйвен, который, я говорил ранее, Хьюманис, сверхчеловек там, люди убирались, дварфы должны умереть, и все такое. Рассказ, как он нанял шедоураннеров, шедоураннеры все, там, эльфы-орки, что они должны были разузнать про других оппонентов, а они узнали, что он глава, был главой Хьюманиса, вот, опять же, поликлубом, ну, по сути, нацисты, точнее, ультра-человеческие права и все такое. И, короче говоря, они узнали, они такие, мы не будем на тебя работать, Кенни Брэкхэйвен, ты плохой человек, потому что ты был в поликлубе, а мы вот эльфы, тролли и все остальное. И вообще, зачем ты нас нанял? И он такой, вы же метарасы, вы расходный материал, потому что люди превыше всего. Вот. И, короче, потрясающее приключение, которое я вам все равно спойлеру, значит, партия начинает свое приключение в больнице, где их посещают видение маленького привидения, мальчика-орка. И этот мальчик-орк с ними общается, они начинают расстручивать этот клубок, выясняют, что да, когда-то здесь был мальчик-орк, он действительно скончался, крутим, 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 и мы неожиданно выясняем потрясающую историю о том, что на самом деле Кенни Брэкхэйвен, это нифига не Кенни Брэкхэйвен, а настоящий Кенни Брэкхэйвен губолинизировался, когда ему было 13 лет, а его папаша был на секундочку ультра-нацистам, это как если бы у главы Куклос-клана сын стал Неллером. Я думаю, описывать не надо, в общем, он его прибил и вместо него нашел близнеца, который он генетически модифицировал и сделал из него своего сына. Да, короче, естественно, Кенни сказал, что типа ничего не знаю я, памяти у меня о том времени нету, папа мой плохой, а я хороший, и поэтому отстаньте от меня. И на этой оптимистической кленоте у них все и закончилось. Ну, что типа никто за него, конечно, не проголосовал, какая неприятность, какой ужас, но сам вот этот поворот очень крутой мне очень понравился. Не так часто удается выиграть в хорошей детективке, я поспойлерю, мне стыдно, но это очень классный модуль. Тем более, я хочу вам сказать другое, что несмотря на то, что я это все раскрыл, там в процессе столько всяких интриг, столько интересного, что мне кажется, если вы захотите уделить этому свое внимание, вы однозначно просто не пожалеете. И остался опять же Дантельсан. Там вообще очень забавная история. партия участвует в забеге, но потом выясняется, что, в общем, когда в 2056 году Дантельсан получил гражданство с Каш и переехал в Сиэтл, он оставил свой ультрафиолетовый хост, точнее, мега-хост, который назывался Vision Quest, он оставил у себя там, на островах где-то. Он же у индейцев там проживал, вот он там и оставил. И, короче, на самом деле вся партия бегает в виртуальности, они просыпаются, оказывается, они проходили испытания Дантельсана, и в это время на здание нападают террористы. И у партии нет ничего, кроме пары портков и зубочистки, чтобы это остановить. Крепкий арест в самом его лучшем проявлении, план внутри плана, интрига внутри интриги. Очень круто, советую, рекомендую. Вообще, книга просто огонь. То есть, не так часто дается найти интересные вообще политические ролевки, а тут, во-первых, целый блок, все это комбинируется, вы можете мешать, тасовать, кирпичик здесь, кусочек отсюда, все это склеить, и у вас получится просто конфеточка. Более того, ваша вселенная Дантельсан может даже не победить. Ради бога, делайте, что хотите. Короче, очень крутая книга. Найду бумажный вариант, покажу. Арты постараюсь показать вам все, но их не так много, на самом деле, здесь. Она теперь набита контентом, то есть, материал очень много. и материал полезного, не вот эта вот вода там какая-то, или огромный шрифт и 90% картинки, как это принято сейчас делать. В общем, отличная история. Если вам интересно, как Дантельсан стал президентом, то это однозначно ваш выбор. Если вы даже не хотите водить, просто пролесните. С любовью детализированы выписанные персонажи, предыстория, сеттинг, переписка, реакции окружающих, какие-то предвыборные вот эти вот полы, голосования и прочее, все это есть, все это написано, все это супер. Хотел бы обратить ваше внимание на ссылки под видео, там, пусте, в контакт, Донатом, реквизиты и так далее. Каналу нужна ваша поддержка, протяните ему руку, чтобы он не протянул ноги. Заранее спасибо. И на этом на сегодня все. От винта, друзья, и до новых встреч.